Вести Карачаева, Черкесия Дабай и Архиз в топ-3 самых популярных горнолыжных курортов в России и в республике завершился досрочный период ЕГЭ-2023. Далее подробности. Сегодня мусульмане всего мира отмечают главный праздник Ураза-Байрам. Глава Карачачки Сирошит Тимрезов, председатель Народного собрания республики Александр Иванов и премьер-министр республики Мурат Аргунов поздравили жителей региона с завершением священного месяца. В тексте первых лиц республики говорится «Дорогие земляки, примите теплые и искренние поздравления с праздником Ураза-Байрам. Этот светлый праздник воплощает идеалы сострадания и добрососедства, укрепляет и в людях лучшие чувства, помогает утверждению мира и благополучия в обществе. Знаменуя собой завершение священного месяца Рамадан, праздник Ураза-Байрам символизирует духовное совершенствование и благочестие, которые содержат в себе глубокий общечеловеческий смысл и близки людям всех вероисповеданий. Милосердие, доброта, забота о ближнем, исплоченность, исторические эти качества служат основой мира и согласия в нашей России и служат опорой для нашего народа в самые трудные времена. Дорогие земляки, желаем вам крепкого здоровья, радости, мира, согласия и процветания». Это был поздравительный адрес главы Карача-Черкесии Рашида Тимрезова, председателя Народного собрания Александра Иванова и премьер-министра Республики Мурата Аргунова. На площадке регионального отделения партии «Единая Россия» прошло совещание всего цифрового содружества нашего региона. Операторы мобильной связи, интернет-провайдеры и Министерство цифрового развития Карача-Черкесии сообща строят план по достижению единой цели – обеспечить каждый населенный пункт региона стабильной мобильной связью, комментирует первый заместитель министра цифрового развития региона Инвер Кипкеев. «Сегодня же день нами разработаны и реализованы по налоговой ставке, то есть сниженная налоговая ставка для IT-компаний, которые ведут свою деятельность на территории Карачао-Черкесской республики. Также это следующая мера – снижение арендной платы, муниципальное и государственное имущество, которое они берут в аренду». 25 многодетных семей Черкеска получили землю в южной части города. С начала исполнения оригинального закона власти республиканской столицы раздали данной категории населения около 800 участков. Информацию комментирует заместитель мэра Черкеска Зауртугов. «Для постановки на учет в качестве нуждающихся в получении земельных участков граждане должны соответствовать следующим требованиям. Это дети должны быть рождены не ранее 17 июня 2011 года. Также в собственности у семьи не должно быть 15 квадратных метров на каждого члена семьи. И также от государства человек не должен был получать в собственность земельный участок. Поэтапно невозможно проанализировать все земельные участки в разных частях города. Поэтому управлением имущества прорабатываются определенные кварталы. Если в 2012 году по 2019 год прорабатывалась южная часть города и изыскивались там земельные участки, то они там и предоставлялись семьям. С 2020 года по 2022 год мы прорабатывали как раз таки восточную часть города полностью, где выявили вот эти свободные 265 земельных участков, также предоставили. В этом году из-за того, что земли в городе не так много, мы уже точечно прорабатывали каждую часть города и выявили 25 земельных участков в южной части города. Представители Туриндустрии Республики могут принять участие в программе строительства модульных гостиниц. Стартовал конкурсный отбор субъектов в России, на территории которых предполагается реализация инвестиционных проектов по созданию модульных отелей в 2023-2024 годах. По итогам конкурса субъектам страны будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на софинансирование части затрат бизнеса на строительство или приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения. Карачао-Черкеский филиал «Русгидро» продолжает компенсационные мероприятия, направленные на пополнение рыбных ресурсов рек Республики. В рамках искусственного воспроизводства водных биоресурсов гидроэнергетики выпустили в реку Кубань около 875 тысяч мальков кумжи. Место зарыбления было определено заранее при участии Азова-Черноморского территориального управления Росрыболовства на основе научных данных по исследованию фауны горных рек. Мальки, выращенные до возраста 8-9 месяцев на рыбохозяйственном комплексе в Краснодарском крае, были доставлены к месту выпуска с помощью специально оборудованных автомобилей при строгом соблюдении температуры и количества кислорода в емкостях. Напомню, Карачао-Черкеский филиал «Русгидро» проводит компенсационные мероприятия с 2011 года. За это время в бассейны рек Кубань, Тиберда и Большой Зеленчук выпущено более 2 миллионов мальков. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в центре «Мой бизнес» Черкеска прошел семинар «Генерация идей для социального бизнеса». Его провела вице-президент Ассоциации социальных предпринимателей и руководитель комитета по социальному предпринимательству при торгово-промышленной палате Волгоградской области Оксана Муравьева. Она не только обучала предпринимателей Карачао-Черкесии генерировать идеи для социального бизнеса, а также рассказала о критериях оценки идеи. «Генерация идей – процесс достаточно сложный, и нужно понимать, как он происходит. И что самое важное, нужно изводить инструментами, которыми можно оценить идеи, потому что идея может быть великолепна, но совершенно нереализуема или чрезвычайно трудоемка в финансовом плане. И вот мы должны это понять, мы сегодня обсуждали критерии оценки идеи для социального бизнеса». Итогом цифроведенного семинара у нас прошла деловая игра, в процессе которой мы обсудили, как можно применять порученные знания на практике, разработали некие свои идеи, оценили их с финансовой точки зрения и с точки зрения их практической примененности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Следователи выясняют обстоятельства двойного убийства в республике. Они уже провели осмотр места происшествия в частном доме в Черкесске, где произошло преступление. Подробности у старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Карачао-Черкесии по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елены Марковской. «Следствием установлено, что 19 апреля текущего года в дневное время в частном домовладении были обнаружены тела мужчины 1989 года рождения и его матери с огнестрельными ранениями. Следователи Следственного отдела по городу Черкес, криминалисты Следственного управления произвели осмотр места происшествия, зафиксировали следы, что позволило в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению особо тяжкого преступления. Им оказался родственник погибших, местонахождение которого было оперативно установлено с сотрудниками МВД ПО КЧР. В настоящее время подозреваемый допрошен, с ним проведены необходимые следственные действия. Следователи Следственного отдела по городу Черкес и криминалисты управления произвели дополнительный осмотр места преступления с применением криминалистической техники, назначили необходимые экспертизы. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. МВД России информирует об особенностях размещения изображений на транспортных средствах в дни проведения акции «Бессмертный полк», комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк. Традиционно в преддверии Дня Победы проходит патриотическая акция «Бессмертный полк». В этом году принять участие в памятном мероприятии предлагается в течение нескольких дней до и после праздника. Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Такой формат позволит не только напомнить о героизме советского народа, но и рассказать свою семейную историю. Помимо самого портрета допускается размещение фотоорденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле. К акции могут присоединиться не только граждане, но и различные организации, которые используют в своей профессиональной деятельности транспортные средства. В этой связи Министерство внутренних дел России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности. Вместе с тем напоминаем, что наносимые на транспортные средства изображения не должны ограничивать обзорность с места водителя. Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Кроме того, чтобы фотографии сохранились в достойном виде, советуем крепить их на автостекла с внутренней стороны. Суд обязал администрацию Хабецкого района ликвидировать две свалки на землях сельхозназначения общей площадью более 3000 квадратных метров. Информацию комментирует государственный инспектор Северокавказского межоригинального управления Россельхознадзора Зухра Чучаева. Одна из свалок была обнаружена государственными инспекторами еще в апреле 2022 года. В границах Аула Псавчедахи на площади более 170 квадратных метров были размещены коммунальные отходы. Администрации района объявлены предостережения. Однако, при повторном обследовании оказалось, что мероприятия по ликвидации свалки так и не были проведены. Причем площадь захламления увеличилась. Другой случай был зафиксирован на сельхозугользиях в Ауле Зиюка. Под твердыми бытовыми отходами оказалось около 2000 квадратных метров плодородных земель. Работа по выявлению несанкционированных свалок управлением Россельхознадзора продолжается. В Карачао-Черкесию вернулась международная акция «Сад памяти», главная цель которой высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в год Великой Отечественной войны. Уже на протяжении нескольких лет в нашей республике в лесном фонде, в парках и скверах, а в детских садах и школах высаживаются тысячи молодых деревьев. А в прошлом году акция получила новый формат. Саженцы фруктовых деревьев стали бесплатно раздавать нуждающимся семьям. Тему продолжит советник министра природных ресурсов и экологии по Карачао-Черкесии Медина Поташева. У нас проходит очередное мероприятие Всероссийской патриотической акции «Сад памяти». Конкретно она называется «Сад памяти дома». Суть акции в том, что саженцы плодовых деревьев распределяются по семьям нашей республики. Муниципалитеты распределяют по семьям. И как раз такие сады КЧР предоставили памятку о том, как эти саженцы наиболее удобным способом высадить, чтобы они приспособились. То есть какую обработку необходимо сделать. Эта память будет как раз доведена до всех, кто получит саженцы. Сотрудники администрации Узжигутинского муниципального района и Джигутинского сельского поселения совместно с волонтерами в рамках акции «Вода России» провели масштабную уборку в пойме двух рек – Джигута и Эль-Теркач. Территория, на которой провели уборку, охватила окраину Новой Джигуты в сторону аула Эль-Теркач и составила порядка 10 гектаров. Усилиями волонтеров был собран камаз мусора, что составляет более 7 тонн. Добровольцы трудились целый день и отметили, что основной объем мусора составили бытовые отходы, вывезенные местными жителями, и захламление от проезжего транспорта. Напомним, в апреле в Крача-Черкесе проходит месячник по уборке и благоустроству, который завершится 28 апреля масштабным республиканским субботником в поддержку всероссийской акции «Вода России». Дамбай и Архейз вошли в топ-3 самых популярных горнолыжных курортов России. Компания One Two Trip составила рейтинг самых востребованных в стране курортов. Популярность оценивали по количеству бронирований туристами отелей у склонов. В основе классификации процент забронированных отелей на каждом горнолыжном направлении. Так, лидерами завершившегося сезона стали Красные поляны Краснодарского края, Горный воздух Сахалинской области, Архейз и Дамбай Корчай-Черкесе, Шерегеш Кемеровской области и ряд других. Напомним, горнолыжный сезон на курорте Архейз продлился с 17 декабря по 17 апреля, а на курорте Дамбай сезон планируют продлить до начала майских каникул. Более 650 тысяч туристов посетили Архейз в зимнем сезоне. Такие данные приводит представитель компании «Кавказ-РФ» Марьяна Белая. 16 апреля на Архейзе завершили горнолыжный сезон 22-23. Он продлился 128 дней с 10 декабря. И за это время на курорте отдохнули 653 тысячи человек. Несмотря на то, что погода этой зимой не радовала, практически весь сезон работали все трассы, все 27 километров, выручила искусственная система снижения и, конечно, профессиональная слаженная работа всей команды курорта. С 17 апреля Архейз работает уже по летнему расписанию. Это значит, что наступило время прогулок на канатной дороге, походов к Софийским озерам, экскурсии по храмам Нижнего Архейза, конных прогулок, велосипедных, активностей в веревочном парке Архейза и на трассах для маунтинбайка. Всех, кто еще не готов расстаться с горными лыжами или доской, приглашаем на высокогорный Эльбрус, наш курорт в Кабардино-Балкарии, где кататься обычно можно до середины лета или на ведучие всесезонные курорт в горах Чечни. В кратчайшей кейсе завершился досрочный период ЕГЭМ-2023. Экзамены прошли в штатном режиме без организационно-технологических сбоев. В них приняли участие 209 человек. В основном это выпускники прошлых лет. Для них был организован пункт проведения экзаменов на базе школы-интерната имени Латоковой. Самыми массовыми предметами для сдачи ЕГЭМ стали русский язык, профильная математика, общество знаний и биология. Во время досрочного периода за нарушение порядка проведения экзамена были удалены два человека, их результаты аннулированы. Основной период ЕГЭМ в этом году пройдет с 26 мая по 1 июля. Стартовал социальный проект в сфере креативных индустрий, развлекательно-опознавательное шоу «Лицо кавказской национальности». Он реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также различных министерств и ведомств регионов Кавказа. Об этом сообщила руководитель проекта, директор автономной некоммерческой организации Института социально-креативного развития актива Дарья Зинковская. Стартовала реализация проекта при поддержке президентского фонда культурных инициатив, проект в сфере креативных индустрий, развлекательно-опознавательное шоу «Лицо кавказской национальности». И мы рады сообщить, что уже стартовал отбор участников. В данном шоу могут принять участие 16 представителей регионов Северо-Кавказского федерального округа и Республики Адыгеи. И цель данного проекта – формирование новой системы продвижения культурно-нравственных ценностей жителей Северного Кавказа. Подумайте, может быть, именно вы хотите стать лицом своего региона в данном шоу и показать всем жителям не только нашего Кавказа, но и других регионов России и других стран истинное лицо Кавказа. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптика Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, местами при порывах до 15-18 метров. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, а в горах местами плюс 4-9 и выше 2,5 тысяч метров сохраняется лавиноопасность. В республиканской столице кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 14. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нерова. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении, стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51. Что можно сделать за 10 минут? Приготовить бутерброды, навести порядок на столе, ответить на рабочее письмо или принести хлеб и молоко бабушке по соседству. Это не тайм-менеджмент, это волонтерство. Помогать пожилым людям продуктами и лекарствами – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Ты. Присоединяйся на добро.ру. 0+. Вы слушали Радио России, Карачаево, Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова